Итак, мы начинаем Следующее наше открытое собеседование Я зачитаю реглан Представление членов жюри Затем я представлю в течение двух минут Затем ведущие-то я задают вопросы одинаковые Для всех проходящих на собеседовании сегодня Ответ на вопросы до двух минут Две минуты мы останавливаем Будет задано 9 вопросов общих Затем члены жюри задают свои индивидуальные вопросы Необходимые им для высказывания в конце собеседования Своего мнения Время на ответ до двух минут Присутствующие на открыток заседания Представители Казахстанской общественности Смогут задать каждому из претендентов свои вопросы Общее время на задавание этих вопросов Десять минут Ответы тоже до двух минут Затем происходит голосование членов жюри И объявление результата Я прошу членов жюри представиться Назвать свою общественную организацию Александр Филулин Общественная организация Эммаус Анна Горина Ассоциация Парсонит-Конзавр Ирина Батеряева Адвокат Присвещена Садян Григору Общественная организация Парсона Степовская Анатолия Прова Присвеста Виктория Стоярова Украинский Присвестный член Виктор Смарадинский Присвестный преподаватель Присвестного университета Адвокат Сергей Куртусов Присвестный Анатолий Успан Присвестный преподаватель Работа организации Александр Жеменков Судиректор Присвестного университета Владимир Маршин Президент Ассоциации Натальи Сухетов Я Ирина Абут Железно-силовый проект Пожалуйста, представьтесь Вы Курс Наталья Павловна Судиректор Судиректор Вы хотите что-то о себе сказать? Или мы можем идти дальше? Спасибо Виталий Медведенко Представьте сейчас нам ту информацию Которую нам удалось собрать Которую нам предоставили В отношении этого суддей Пожалуйста Информация из открытия источников Информация от людей Которые проживали Девчонки В веществом районе Каждый аргент у меня Те 4 года Освита Врища Национальная речная эпидемия Мудрого И фабулит перетоки Профессионных судей Невагуя и Мудрого В шестом году По базе данных Единая державная Регистрационная система Справа еще мая Те знаки выносили Решение против Великобритания Огроманскости Честности И технические Представники Суспельства Что права участия В революции Не знаменитого Местные фахивцы Справа характеризуют Макалавина И в порядке Образ жизни Соответствует Потому что Задекларирована Декларация доходов За 14 год Пожалуйста Члены жюри Можете Задекларироваться С декларацией И по часам С декларации Переверну Так Все? Да Что это было? Это Двух Так Хорошо Начинаем Первый вопрос Да, Николаевна Что побудило вас Принять участие В нашем В таком Открытом Собеседовании Ну Что-то Оба Выберут Хотелось Погнать Посмотреть Тем более Сейчас Очень Прислушиваться К общественности Открыться Для общественности Потому что У нас Судьи Мы Судьи Люди Молчаливые Если Интересно Что Хорошо Получилось У нас Идет Стрим И там Говорят Что плохо Слышно А если Он будет Рядом Где-то Да Если Можно Чуть Пожалуйста Спасибо Спасибо Это Все Хорошо А зачем Вы пошли В судьи Как Вы делали В свою Профессию А если Можно Украинский Могу Еще В 8 Классе Я вирішила Ким Я Стала До этого Вирішила В 8 Классу Про Вознавцем У нас Прогнать Мне Было Правда Хотелось Правильности Я Размінила Что Я Можу Можу Маленький Неприд Решение Может Кто-то Повлиял На Ваши Решение Может Кто-то На Ваши Примеров Нет Варьков Зарабатываете Сейчас И Какие Кроме Заработной Платы Ваши Сточники Датова Заработная Платы Любого Могу Заработную Плату Не устраивает Какая Она Сейчас Получила 6 тысяч Какая Будет Там Поменялась Сколько В этом Месяце Зарплаты Не знаю Я 2 Катра Мухала Семь А Какие Иные Источники Дохода Есть Семь 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 А Муж Где Род Оператор Товарный Шибаринка Власт Думан Склад На А Тану Отправка Такого А Как Вы Любите Проводить Свободное Песня Где Вы Отдыхаете В В В Семь В 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 Отдыхаем Думан А Какие Страны Вы Посетили Как Куристы Какая Самая Дальняя Поехали Самая Дальняя Это Родители Подали Депутку Депутку Ну Сказать Такой Практики Особо Нет Это Дети Войны Чем Мам Как Как Тан Миш Как У нас Маленький Роден Маленький Дел Особо Так Негромкий Сейчас У нас Один Судья Работает Справедливо Спасибо Спасибо Сейчас Идет процесс Изменения Системы В нашей Стране Коррупционную Систему Меняем Да Хочется И вообще Убрать Наверное Меняем Что должно Измениться В вашем Ведомстве На вашем Месте Когда мы Говорим О борьбе С коррупцией Вот Сейчас У нас В обществе Идет Борьба С коррупцией Мы меняем Правила По которым Живет Наше Общество В вашем Ведомстве Судейском Ведомстве Что должно Измениться Чтобы вы Могли Сказать Что Там Нет Коррупции Ну На ваш Вед Вот Общество Убеждено Что Судьям Дают Взятки Что Должно Измениться Чтобы Общество Поменяло Своё Мнение Что Судьям Не дают Взятки И они Не берут На мой Взгляд У нас Председатель Дет Прием Вражда Я считаю Это Неправильно Не Должны Как-то Неправильно У нас Адвокаты То есть Это Как Возможные Каналы Получились Да Может Еще Что Довольно Как защита Мы должны Кажем Я хочу Сказать Мы Сейчас Что мы С вами Делаем Мы С вами Общаемся Мы Не Проводим Здесь Какого Экзамена Не Проводим Мы Не Ставим Вам Вопросы Будет Легче Будет Легче Иных Каких-то Замечаний Коррупцион Судей Судейство 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 По Нас Ему Надо Передать Документы Я При чем Я Не знаю Кто Какие Документы Она У меня Маршрутка Я Паздываю А Женщина Такая 50 Может 25 Лет Передайте Пожалуйста Положите На столик Если Передам Я Не могу И Попрошу Девочек Секретаря Она Ко мне Подходит Вот так Близко Минус 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 Раскрывает Свой Паспорт И Там Очень Много Деньги Но Не Одна Тысяча Это Точно Она Мне Говорит Мне же Еще Деньги Надо Перезать Ну Я Понятно Что Это Такое Я Попросила В интернавете Забрать Свои Документы Которые Не Знаю Чего Мне Показалось Что Это Была Попыт Какого-то Меня У меня Вот Такая Была История Ну Спасибо Вам Спасибо Спасибо Таня Николаевна О чем Вы Искренне Сожалеете В своей Жите Есть ли Такое Что-то Спасибо У вас Есть Автомобиль У Муж А Вы Водите Почему-то Боюсь Есть Права Но Почему-то Я Никак Понятно Мой Вопрос К тому Что А Когда Вы Едете С Муж У Вас Строит Останавливает Гаишница Нарушение Правил дорожного движения Как вы решаете Как муж Решает Вопрос С горячника Ну Муж Там Я Никогда Не Пишу Это Выставление Административного Протокола Или Все-таки Сколько Там Были Протоколы Были Протоколы А не Протоколы Были Когда Быстро Дать Дать Денег И уехать Я Не знаю Чем Они Так Было Без Протоколов Понятно Так Назовите Пожалуйста Человек Которые Для вас Я являются Примером Патриота Пять Человек Нашего Времени Нашего Времени Пожалуйста Пять Человек Назовите Которые Для вас Я являюсь Примером Патриота Которые Конечно Делаешь Раз Раз Шевченко Шевченко Какой Тарас 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 А Вы сказали Наш Нет Другого Времени Пожалуйста Другого Времени Просто Примеры Патриота Хорошо Спасибо Ну тогда наши Общие вопросы Закончились Уважаемые Члены Жюри Есть ли у вас Вопросы Кто Хочет Задать Вопрос Скажите пожалуйста Скажите пожалуйста Сколько судей В Тихичевском Равенном суде Три Три Уже Когда Я там Семь раз Было Два Сейчас Фактически Работает Один Сейчас На больничном Вообще Никого А вы Председатель Да Работает Председатель А То есть Вас двое Да Работает Я Не Работаю По Две А Я Понял Потому Что Вы Видите Скажите Пожалуйста Вот Дела А у вас Там Есть Семья Печенский Район Я просто Знаю Я там Неоднократно Бывал В судах Принимал Участие Там Сахарный Завод Не работает Ну В принципе Есть дела Которые Как бы Представляют Большой Интерес Для Предпринимателей Для Людей Это Связано С арендой Земли То есть Никто Никогда Ничего Не Предлагал Решить Этот Вопрос Как Через Судебные Решения Узаконить Недвижимость Узаконить Незаконное Строительство Ничего Такого Не было Все Вопросы Да Пошел Кто ваши Родители Чем Они Занимаются На И Втором Вопросы Чувство Справедливости Толкнуло Вас На Эту Профессию А Приходилось Ли Вам Ну Скажем Так Справедливость Отстаивать Или Как Понимать До Того Как Вы Стали Учиться Учились И Стали Судебные Приходилось В жизни Отстаивать Эту Справедливость Да Личного Не Личного А Спасибо Ну Ну Справедливость Приходилось Вопросы Вы Сказали О том Что Вы Справедливости И Говорили О том Что Вы Дума Вы Выбирали Эту Профессию И Сходя Из Того Что Один Человек Может Сам Принимая Своё Решение У меня Тебя Не Сколько Ну Например Может Что Тебе Маленькое Ну Что У вас Как Что это у вас? Справедливость. Справедливость. Это когда принимают решение только на основании закона. Когда решение отвечает только закон, только в рамках закона. А если сам закон не является справедливым? Допускаете ли вы это? Ну а что делать? Это же вопрос на основании. Кто старся по закону? Тогда для вас нарушается момент справедливости или нет, если вы понимаете, что закон? Вы понимаете, если люди принимают закон, или они не будут принимать закон, то получается отчаянных мест, если вы действовали рамки и спасают. Хорошо. Как по закону. Если можно, я продолжу вопрос. Исходя из чего я его задавала. Я когда-то разговаривала с адвокатами из Германии. Они говорили о том, что ситуация, когда закон был беззаконием, по сути, понимаем, о чем мы говорим, то, исходя из этого, я и спрашиваю, как у вас понятие справедливости и осознание того, что закон может быть несправедливым. Если у нас такие нормы, как вы действовали в таком случае? Нет ли тут диссонанса для вас? Ну, конечно, нет. Может быть, тут вы правы, конечно. Но что вы как-то могу принять решение не в рамках закона? А есть и нормы Конституции, нормы прямого действия? Да. Находите сразу решение? Прежде всего Конституции. Прежде всего Конституции. Позвольте я продолжать эту тему. Есть два основных принципа в любом судопроизводстве. Первый – это верховенство права, а второй – это законность. Вот и частенько они вступают в диссонанс друг с другом. Вот доводилось ли вам решать такую ситуацию, когда право нарушается, но нарушается оно вроде бы как законным путем? Приходилось ли вам как-то решать эту ситуацию? И какое решение вы принимали? Ну, это вы меня хотите подвести к этим падеям, которые бывали здесь. Это было безописительно. Я не могу сказать. Нет, не было такого. У вас, вам не приходилось не вставать в такую жесткую ситуацию, когда вот вроде бы закон говорит одно, но при этом он нарушает явно. Ну, если такой случай был, то он должен был оставить какой-то отпечаток в сознании. Вот, хотя бы поиск решения по этому вопросу. Для меня важно, если это произойдет, как вы будете, из чего будете исходить, если у вас ответ на этот вопрос? Ну, я просто не могу понять, как я могу принять решение, и у вас нет рамок. То есть вы в любом случае будете принимать решение? Спасибо. Может быть, это не верно, но я 150 разы слышала, что в юридической академии не могу вступить, но вот если ты там с золотой медалью, там, кинчишь школу без КБ, как у вас это выяснилось? Без хабаря. Это такой некоррентный вопрос. Так оно и видно. Ну, я хочу, чтобы менять этот дом, и сказать, и я, кстати, говорю, я не буду хабаря. Ой, я думаю. Ну, вопрос, прошу. Да-да-да. Везли Кабараски вечеринки, через обезду. Кабараски вечеринки не везли, я поступала сразу на контракт, и вопросов никак не было. Спасибо. Как всегда. Знаете ли вы в Евно-Украине? Да? Так, чем я не могу. Полностью, наверное, на технических. Ну, с ее счетками спирала, когда она пришла, присягла. А как мы относимся вообще к административному управлению, в отношении профсо стороны апелляционных судов, высших специализированных судов? Ну, например, при принятии каких-то решений вы звоните, там, советуетесь или ездите? У нас есть куратеры, у нас есть куратеры, которым можно позвонить. А вам звонят с целью, там, какой-то, ну, уточнение принятия каких-либо решений? Практика не однозначная. А вы считаете, она должна быть однозначной? Или все-таки вы считаете, что у вас должна быть свобода принятия решений? Нет, ну, понятно, свобода. Ну, когда, например, вот сейчас бум, дел банок себе, сборы. И когда ситуация практически одна и та же, один долго ворвим. А получается, если почитать реестр, то решения, понимаете, все равно раз. Потому хотелось бы наши стоящие и у завального, и у правших, и у банковских, и у банковских. Завалено, какие-то разъяснения, может быть, если и останавливать их веном. А у вас банковские кредиты есть? Угу. Пожалуйста. Да. А в основной филе реформы судового и коммунистового, это уже распространилось. Началось, я думаю, плачет силе и какие-то результаты, когда она все что-то делится. Я понимаю, что она как-то была. Слушаю. Ну, знаю цели результата, но надо чуть-чуть, может быть, распространить суды в плане специализации. Чтобы было больше судей, была специализация. Потому что идешь в уголовное дело, через час гражданское, между тем делом, админка с милицией, как бы, не в мелких админансов. Это тяжело, потому что кодекс тут дергаешь. Как сейчас у нас один судья, так и не представляет. Ну, не справимся. Может быть, специализация. Сейчас у нас изменения вносится. А скажите, пожалуйста, можно, вот ваше личное мнение. Вы считаете, создание административных судов оправданно или нет? Оправданно. Оправданно, очень оправданно. Это нас даже немножко. Не то, что немножко, разгружалось. Потому что там своя специфика. Там же же распространение судам не было подробностей. И там все в одном оставили. Потому что это очень тяжело. Вы сказали, что зарплата у вас где-то было 7 тысяч. А у вас... Я знаю. Ну, да. Ну, сейчас авансом мы сказали 6 тысяч. На сегодняшний день вам не похватает расходы? Для зарплаты. Муж работают. Мужа меньше зарплаты. А хозяйство? Кто воест? Ест. Родители. А, ну, что понятно. У вас в квартире, в доме? Да. В доме все такие четкие, да? Ну, я там родилась, там выросла. Все так. Уважаю, что можно. Если вопросов. Тогда у остальных есть. Проблема. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста. Как вы ставитесь? Вы живете в невеликому містечку. Вас люди все знают. Как вы ставитесь для того, чтобы недоторка не суддей была? Как вы до этого ставитесь особисто? Это вам не заважает? Или это помогает вам в этом среде? Ну, средовища? Ну, средовища? Ну, я... Ну, я така принятие від них, якщо. Так, так. Ну, вдруг там какой-то вопрос возникает. Нет, почему? Без ее. Нет, вы имеете на увазе недоторканность сутки, яка вона есть. Ну, вы же имеете недоторканность сутки? Ну, так вот. Она не приняла. Я скажу, якщо бы ей не было, цей недоторканность, недоторканность, я не чувствую, я не чувствую, что есть какая-то недоторканность, я ее вообще не чувствую. На вас это абсолютно не впливает. Просто неважно, так? Чи ли оно так, чи иначе? Будь ласка. Какую музыку любите? Что мне слабо? Вот так, бачите. Я фитошка. Ну, что? Есть, у вас не больше вопросов. Чи есть? Я бы хотела еще раз ответить. Скажите, пожалуйста, вы находитеся в середу лищи, как бы, интеллигентном, невеличком, закритом просторе. Ну, невелике село, или там, местечко. Местечко. Селище Мисково-Типо. Селище Мисково-Типо. Скажите, пожалуйста, как вы лично? Вы же относитесь до тієї эліти, местной элитой, правильно? Вот ваш влияние, вы чувствуете, что вы как-то влияете на людей, потому что вы судья, вы наносите решения, до вас прислухаются. Ну, вот вам это помогает, что вы имеете такой авторитет, как судья, вот, очень молодая людина. Ну, судья, это, кажется, все равно, как и любая другая руководитель. Ну, так, так. Судья, ну, кто-то святает, кто-то, 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 кто-то. Чисто по-людски. Чисто по-людски. Звучит. Вердаясь. Вот все ей хотело знать. Снаемные, на то, что... Ну, так, да. Я так сказала, у нас есть вопросы из интернета. Было ли в такой случае, когда вышестоящий чиновник предлагал принять то или иное, не совсем, или правомерное решение, или неправомерное решение? Спасибо, спасибо. Да. Была ли такая ситуация, как в России? А если бы такая случилась, то как бы поступило? Только нам, пожалуйста. Ну, а я могу сказать, что в этом случае? Ну, вы поступили бы в рамках закона, надо бы выгнали с работы. Такой вариант. И вы точно знали, что выгнали с работы. Ну, почему? Ну, запросто может быть такое. И такое бывало. Да я понимаю. Есть процедуры, сделают кучу... Она поняла, что я сказала. Вот как вы сказали? Может, мы уже старше тоже обратиться в суд. Ну, лучше, дорогой, обращайся. Все. Я задоволен. У меня личный вопрос. Скажите, пожалуйста. А вот вы хотели бы, чтобы ваш ребенок, когда вырос, стал юристом? У нас Котова будет актрисой. Это актрисой. Как я могу. Думаю, да. Вы хотели бы, да? А что ж такого хорошего в этой работе? Ну, я чувствую у нее мой характер. И я думаю, у нее получится. Да, ну, тогда если можно, какие-то характера вы считаете важными в этой профессии? Разве что-то? Важная профессия. Время у нас. Я сегодня чуть-чуть... Вы любите. Да, я считаю, не такая, как обычно, но... Странкинг, вероятно, сады. Закажите, пожалуйста, а вы любите свою работу? Вы получаете удовольствие? Взяли то, что делаете? Я люблю прочитать, где поковорятся, где есть, сказать, что есть. Заходим, прочитать, где реестрируют свою работу. То есть вы считаете, что вы сделали правильный мир? Правильный мир? Я всегда не вижу ни в чем-то. Скажите, пожалуйста, вы работаете с Афтеем. Вы уже знаете всю судовую систему. А что бы вы хотели? Если в каждой работе есть свои недолики, есть какие-то свои проблемы. А что бы вы хотели сделать, чтобы улучшить что-то, где-то что-то поменять? Вот что такое глобальное, что бы вы хотели бы это сделать? Специализация, больше специализации, больше судей. Специализация, это как что вы зараз выделили в административный суде? Даже в самом суде. А в самом суде? Должен быть обязательно следствие судя. То есть сейчас мы каждый там как решим сборы судей, или на годы, или на месяц, или на месяц. Он каждый день занимается, следствие судей должен быть следствие обязательным. Потому что так неправильно, выборочно как-то. Вам легче будет противопоставить? Да, конечно, да. И, например, у нас был, мы работали двоими. Один в отпуске, там, немного лично. И получается по одному делу и я следующее судя, и председатель. Куда делали его? Куда-то отправлю. Я считаю, делали. Так легче будет для участников. Спасибо. Натальяна, вы в декларации указали, что у вас ингредиенты по центру 934, это что? Это на годе, когда мы в годе, в день рождения моей дочери, родители, мои родители, бабушка, девушка, сделали подарок. Три-четыре тысячи, открыли счет на сон. До 18 лет, то есть процента. Это вот с неба, да? Вот так. Спасибо. Все, вопросы наши исчерпают. Натальяка, независимо от того, какое у нас сейчас будет решение, я хочу вас поблагодарить за то, что вы здесь, что вы пришли. Мы видим, что вы волнуетесь. Очень хочется, чтобы, знаете, в такой или иной форме наш диалог продолжался. Мы не судьи, мы представители этого самого Крышнаского общества. Мы люди, вы человек тоже. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Я прошу сейчас членов жюри удалиться для вас решения. Решение тоже. А вы получите пенсион. Мы решили, что вы в декларации. Да, да, да. А я не помню, чай, 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 а вы не начали. Ну, то, что здесь не станет. Так, ну что, все члены жюри удалиться. И так, сказали нам. Мы благодарим вас, что вы там пришли. И мы хотим сказать, что наше такое общественное жюри пришло к выводу, что вы соответствуете, на наш взгляд, принципам, которые мы декларировали. Это открытость, патриотичность, порядочность, профессионализм. Спасибо вам большое. Желаю вам быть хорошим.